Центр помощи и спасения города Шелихова работает уже три года. За это время госпиталь не переставал функционировать ни на минуту. Открылся он в 2020 году в разгар пандемии по инициативе промышленника Олега Дерипаски. Люди, заболевшие ковидом, получали помощь без очередей отлагательств. Все благодаря современной технике, эндоскопическому оборудованию, компьютерному томографу, кабинету УЗИ. Кроме того, каждый бокс оснащен кислородом. Здесь вылечили тысячи пациентов и продолжают свою работу, помогая заболевшим коронавирусом и пневмонией. В тот момент пандемии это было очень важно. Каждый пациент имел право на кислородную точку. Для лечения, конечно, для доктора это очень важно. Когда мы работаем в таких условиях, работа слаживается намного лучше. У нас не было вот этого потери драгоценного времени для нас. Все было ежеминутно, тут же, как требуется доктору для решения именно дальнейшей тактики лечения. После спада заболеваемости центр продолжил работу. Здесь развернули койки терапевтического отделения. Обращаются не только жители Шелиховского и Иркутского районов и столицы региона. Врачи говорят, бывали случаи, когда попадали в отделение путешественники или дальнобойщики, которых болезнь настигала в дороге. Чаще всего попадают в госпиталь люди старше 50 лет из-за ослабленного иммунитета. За три года здесь помогли 9 тысячам пациентов. По словам докторов, это в три раза больше, чем в доковидные времена. Сейчас врачи уже готовы к новой волне коронавируса. Развернуты 120 коек. Если сравнивать доковидную эпоху, то есть у нас в городе было развернуто терапевтическое отделение всего на 40 коек. Теперь мы развернулись в три раза больше коечный фонд. Это 120 коек в нашем новом госпитале. Это, естественно, благодаря новым площадям, новому оснащению, оборудованию. По инициативе основателя компании «Н-Плюс» промышленника и мецената Олега Дерипаски в Иркутской области построили три коронавирусных госпиталя в Шелихове, Братске и Тайшете. За годы работы их специалисты поставили на ноги более 15 тысяч пациентов. И сейчас все учреждения готовы к новой возможной волне коронавируса. Дарья Макарова, Артур Рощупкин. Новости сейчас.